В конечном итоге, я думаю, что по большинству микрорайонов, где расположены у нас многокуративные дома, удалось поработать за счет средств самообложения достаточно неплохо. Были построены детские площадки, в большинстве многокуративных домов были проведены дополнительные работы по благоустройству. Отремонтирована проезжая часть, ямочный ремонт был в 2010 году произведен на Великом поле проезда к многокуративным домам. При принятии решения о назначении референдума на сентябрь 2014 года, работая в этих двух направлениях, принято было администрации решение, что в случае, если решение референдума будет принято положительно, на местном референдуме будет принято положительно решение обведения местного самообложения, то структура расходования этих средств будет несколько переигрываться. Оптимизировано будет сохраниться направление работы с вывозом твердых бытовых отходов от частного сектора, от жителей частных домов, подворий. Но в общей структуре средств эта сумма не будет превышать 50%. То есть, если бы по 2009-2011 годам мы собирали от собранных более 70% тратилось на сборы и вывоз твердых бытовых отходов от частного сектора, то сейчас в общей структуре это будет составлять не более 50%. Структура расходования мероприятия, на которые будут расходоваться средства самообложения, ежегодно будут, ну, они и раньше утверждали, ранее утверждались мероприятия, каждый год утверждались на заседании Думы, но в этом случае будет отделяться еще и на заседании Городской Думы структура расходования средств самообложения. То есть, по какому из направлений возможны для расходования средств самообложения, какое количество процентом обложения денежных средств будет торопиться. Ну и в части собираемости, конечно, проводилась активная работа и с мировыми судами, и со службой судебных приставов, но той должной эффективности для взыскания недоимки, конечно, она не дала по большому счету. В этом направлении мы решили, что программный комплекс, который у нас был приобретен в администрации, с помощью которого велся учет поступления денежных средств на распечатку квитанций, начисление этой платы будет модернизирован, и некоторые аналог, наверное, примерно представляют жителей домов, которые в управлении находятся у нас уже в Кахариум-Струссерис, каким образом накапливаются у нас денежные средства на содержание и на текущий ремонт. То есть будет определено несколько, не несколько, а город будет поделен на участки, на микрорайоны, по несколько улиц, и определено такое некотороподобие лицевого счета, по каждой улице будет создано для того, чтобы нам отслеживать уже конкретно по территориям поступления средств самообложения. В случае падения отметки ниже какого-то порога, оказание услуг по вывозу мусора, либо проведение каких-либо работ запланированных за счет средств самообложения будет приостанавливаться до того момента, когда денежные средства будут накоплены в необходимом размере. То есть программный комплекс для этого придется нам несколько обновить, и я думаю, что здесь, в принципе, должно все получиться. То есть таким образом простимулировать тех, кто прохладно отнесся к решению местного референдума, не имел задолженность, и имеется эта задолженность до сих пор, таким образом простимулировать не вполне ответственных жителей, я думаю, что у нас получится. А мусор куда вы вывозите? Нет, мусор, твердые отходы будут вывозиться на полигон. Нет, ну извините, пожалуйста, мы за мусор платим каждый месяц. Почему мы должны за частных домов еще плюсом платить это самое? Жители, мы не противных домов, я повторюсь, вот это... И мы немаленькие деньги платить. Такие вопросы они задавались в регулярном протяжении действия прошлого решения. Забирайте частных домов. У нас все частные дома, наши мусор купали. Почему мы должны еще платить за них? Второй, третий. Почему нельзя, например, в частных секторах, так же, вот как сделано у больницы, вот эти специальные ящики у больницы, почему нельзя по улицам так же сделать? По контейнерам, по контейнерам. Да, по такие же контейнеры сделать на улицах, и весь частный сектор так же обсчитать, расчеты сделать, договорать. На этой неделе были у вас в последний раз в библиотеке. Посмотрят... Нет, вы пытаетесь ли нам насчет мусор и соль, ее не будет, а? По свалке? Все лето горит, все лето горит. И мы это вот дышим, у нас дети. Мы в низине там живем. Вот каждое утро встаешь, у нас туман длинный. Как горело, так и горит. По несанкционированной... Как и водят отовсюду. Из белой хабуницы, из сосновки, отовсюду. Почему мы должны травиться этим? У нас уже олегия началась от всего этого. Можно? Все, можно? Можно. По несанкционированной свалке в районе деревни Фитосиата у нас действительно есть решение суда, которое мы уже по идее должны исполнить. Но, к сожалению, в связи с, так скажем, достаточно, наверное, скромными возможностями у наших предприятий в плане обеспечения техники, у нас срок выполнить нам решение суда по ликвидации этой несанкционированной свалки не удалось. Нет возможности договориться с техникой бульдозер. А мы-то почему-то должны... Я вас прекрасно понимаю, но мы свалку эту, у нас есть на руках решение суда, свалку эту мы обязаны будем убрать. Мы свалку эту, до окончания летнего сезона мы ее не ходим. Почему у нас мусорный воздействие? Вот почему? У нас депутат есть в техниках. Как мусорный воздействие? Как? Нас соединены? Куда мы должны его? Вот скажите... Подойдите к Алексею и спросите его. Нет, давайте вот сейчас... У него сидите много, он у нас перестанет все. Он раз в Сосновку собирался заехать, но просто мы ему не дали. Сергей, у нас было... Сейчас один вопрос прозвучал об установке контейнерных площадок в частном секторе. У нас, понимаете, это все после того, как у нас прежнее решение о референдуме тратило свое действие, и этот вопрос, он остается, по большому счету, до сегодняшнего дня нерешенным. Вот вывоз твердых бытовых отходов от населения осуществляться за счет средств какого-либо из бюджета он не может. Это жилищная услуга. Ее должны оплачивать собственники. Вот если, допустим, жители у нас какого-то микрорайона, 5-7 домов улицы соберутся, захотят организовать у себя где-то там какое-то... Ну, от аналогичного тому, как у больницы, да, какое-то закрытое пространство, какую-то контейнерную площадку, они... Ну, администрация в этом плане не может оказать содействие, там, какую-то технику предоставить, еще что-то для этого. Но платить за вывоз твердых бытовых отходов от населения мы, к сожалению, оплачивать местный бюджет не можем. Это не целевое использование бюджетных средств. Наша задача и наша полномочия только организовать сбор и вывоз твердых бытовых отходов. Будет это с помощью вывоза, движения мусоровозной машины по графику, либо будет это с помощью установки там контейнеров, контейнерных площадок, это другой вопрос. Организовать, оказать содействие в организации сбора и вывоза, это наша задача. Но нести расходы в местный бюджет по содержанию этих контейнерных площадок... Раньше был хотел совет, ведешь след совет, и здесь вопросы решать. А потом уже выступление дать. Давайте вопросим у него по выступлению. Я нанимаю машину, забираю у соседей мусоров. Сейчас по утилизации... По его выступлению давайте вопросы зададим, а потом уже выступление. Давайте конкретно. У меня вопрос у тебя, Старислав Александрович. Да, мы помним прекрасные переферендумы. Первый состоялся, платили, второй не состоялся. У меня вопрос. А кто вообще...